Бизнес, экология, социальная реклама. Что общего может быть у этих понятий? Оказывается, есть. Все их в своем проекте объединил предприниматель из Кокшетау Женебек Шарипов. Выпуск эко-пакета в своем городе наладил предприимчивый молодой человек. В Акмолинской области этот бизнес единственный в своем роде. Практически недавно Женебеку Шарипову удалось воплотить свои идеи в жизнь. Сегодня он уже открыл офис, набрал штат сотрудников, работает в данный момент над расширением клиентской базы. Бизнес-идея пришла к нему совсем недавно и недолго думая, Женебек взялся за ее реализацию. Мы ездили по командировкам, увидели такие пакеты, заинтересовались, взяли номера, прозвонили, вступили в франшизную сеть. Являемся полноправным удержателем патента в городе Кокшетау, то есть, как сказать, как монополисты. Идея здесь вообще, идея заработка состоит в том, что мы зарабатываем за счет рекламы. Женебек выбрал именно этот вид бизнеса не случайно. Во-первых, ниша была не занята, а во-вторых, у него был опыт в этом деле. Именно основываясь на нем, он и запланировал открыть свой бизнес. Я работал в компании частной, был начальником отдела продаж, заработал какую-то часть денег и начал вкладывать на бизнес. Как сказал наш Ельбасы, средний статистический человек должен иметь бизнес, машину и квартиру. Мы стараемся преследовать эти цели. Деньги были отложены, полностью собраны мной. Создан был резервный капитал, уставной капитал. Полностью все просчеты, бизнес-план. Сам все просчитал, посоветовался с друзьями, родственниками и решил создать такую бизнес-модель в городе Кокшетау. Пример Женибека, который откладывал заработанные средства, сам составлял бизнес-план, конечно, заслуживает внимания. Однако банки, а именно народный банк, может предложить начинающим бизнесменам свою программу кредитования. По выгодным условиям можно будет взять средства на открытие и развитие своего дела. С бизнес-планом помогут эксперты Палаты предпринимателей Акмолинской области. В Народном банке действует программа «Халык Бизнес Старт». Целевая группа по данной программе – это индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие или планирующие осуществление своей деятельности в приоритетных секторах экономики в соответствии с общим классификатором видами экономической деятельности. Также не имеющие просроченной задолженности по текущим займам либо договорам лизинга на дату обращения за финансовым инструментом. Не имеющие на последнюю отчетную дату до обращения за финансовым инструментом задолженности по налогам, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет. Также срок государственной регистрации которых на момент обращения за финансовым инструментом составляет менее трех лет. Имеющий опыт в планируемом бизнесе, опыт в качестве наемного работника, партнера по бизнесу, либо имеющие образование, соответствующее по осуществляющей деятельности. Максимальная сумма по программе «Халык Бизнес Старт» составляет 20 миллионов тенге, минимальная сумма 1 миллион тенге. Срок он зависит от цели, если на пополнение оборотных средств, то от трех месяцев до трех лет, если на инвестиционные цели кредитуется клиент, то от трех месяцев до пяти лет. Сама продукция, которую выпускает Женбек Шарим, это эко-пакеты, материалы из которых они изготовлены, пергамент. Сырье заводится из России. Как отметил предприниматель, в торговой точке эко-пакеты поставляются бесплатно. Мы здесь решили организовать рекламную кампанию. Кампания зарабатывает на рекламе. Именно вот мы здесь размещаем на пакете рекламу, информацию для наших клиентов. И эти пакеты раздаем в магазины, супермаркеты абсолютно бесплатно, где продают хлебопылочные изделия, как упаковку. И, соответственно, магазины тоже раздают их бесплатно. Мы преследуем цели такие, чтобы клиент получал теплый носитель рекламы. То есть реклама будет непринужденно сама заноситься домой. Люди, магазины преследуют свою экономическую выгоду. То есть они, грубо говоря, экономят на одном целлофановом пакете один-полтора тенге. Мы, допустим, в среднем в один магазин завозим по три тысячи пакетов. То есть в среднем в месяц один магазин экономит три тысячи тенге. Если умножить это на 12, то это выходит хорошая сумма порядка одной зарплаты одного продавца в магазине. Печатается продукция в Астане. Главный вопрос в этом бизнесе – найти рекламодателей. С этим поначалу были вопросы. Размещение рекламы на продуктовых пакетах – малознакомая пиар-стратегия в нашем регионе. Сначала, да, боялись, пугались, как бы говорили, что это, что это, у нас такого не может быть. Вот, ну, отнеслись с дальнейшим с пониманием, потому что, ну, это и вправду так, что это теплый вид рекламы, самый теплый вид. Клиент покупает булку хлеба. Почему хлеб? Хлеб – это то, что каждый человек покупает ежедневно домой. Ежедневно, занося такую рекламу домой, у него будет образовываться идея в голове, то, что мы должны купить там, или вот вызывать такси в ваше такси, да, или купить путевку и съездить отдохнуть. Почему бы нет? Здесь написано по самым низким ценам. Давай просто узнаем. Вот, то есть это все развитие идеи. Еще одна немаловажная составляющая – экологическая сторона бизнес-проекта. Предприниматель хочет свои идеи решить и некоторые экологические вопросы, то есть противопоставить свою продукцию пластиковым пакетам. Экологическая ситуация в Казахстане, вы сами знаете, да, очень большой уровень загрязненности. В среднем, если, допустим, посчитать целлофановый пакет и бумажный пакет, то целлофановый пакет, ну, разлагаемость именно. Бумажный пакет, целлофановый пакет разлагают в среднем до 500 лет. И то он полностью не разлагается, он остается в земле, ну, то есть загрязняет экологию. Этот же пакет создан полностью из пергаментной бумаги. Пергаментная бумага разлагается в естественных условиях за три месяца на минеральное удобрение. Помимо обычной рекламы, на пакетах размещается социальная информация, причем на бесплатной основе. Предприниматель хорошо понимает всю важность вопроса и поэтому пошел на этот шаг. Учитывая тираж пакета, который больше теперь походит на газету, эффект от размещения на нем социальной рекламы ожидается немалый. Социальная реклама при поддержке Акимата города Кокшетау. Мы взяли такую вот рекламу, абсолютно бесплатно ее печатаем. Здесь мы, допустим, за будущее без наркотиков, чтобы молодежь, ну, действительно поддерживала нас, мы поддерживаем молодежь. Потому что, сами знаете, как сейчас наркомания называется, прививается детям. Фильмов очень много показывают такое, что, там, курить наркоту или, там, пить что-то алкогольное, это как бы круто. Я считаю, наоборот, нужно делать так, чтобы именно вот такая реклама развивалась. На сегодня Жанебек планирует немного адаптировать свою продукцию для большего удобства. Сейчас эко-пакеты предназначены больше для хлебобулочных изделий. В дальнейшем Жанебек намерен модернизировать свои изделия под другие виды продуктов. Планы на развитие. В дальнейшем думаем, ну, в ближайшем будущем думаем. Сейчас, вот смотрите, мы первый тираж выпустили, вот такой был тираж. Первый тираж выпустили 10 тысяч таких экземпляров, ну, таких пакетов. И сейчас выпускаем по 30-40 тысяч экземпляров данных пакетов. Вот, в дальнейшем мы, ну, в среднем, думаем, где-то через полгода мы будем выпускать 100 тысяч эко-пакетов в городе Кокшетал. Что покроет практически всю часть населения города Кокшетал. К новостям палаты. Проблемы доступности банковских кредитов для сельского бизнеса были обсуждены на круглом столе, организованном палатой предпринимателей Акмолинской области. Во встрече принимали участие представители всех филиалов банков второго уровня по Акмолинской области, а также структур Казагра. Одной из причин сложившейся ситуации, по словам заместителя директора РПП Фатимы Герпановой, является то, что в районах практически нет менеджеров по кредитованию малого и среднего бизнеса. Специалисты есть только в районах Бурабая, Басар и городе Степногорск. По словам представителей финансовых институтов, часто бывает, что потенциальный предприниматель, получив отказ в одном банке, оставляет надежды на получение кредита и не старается больше обращаться в банки. Выдвинутое предложение составит своего рода анкету, выработав единый стандарт. Предприниматель, придя в ЦПП, заполняет установленную форму, далее эксперты палаты рассылают ее во все банки. Те, в свою очередь, дают свои предложения. Будут или нет они работать? Если да, то на каких условиях? В свою очередь, представители банков жаловались на финансовую неграмотность населения, поэтому они внесли предложения на участие своих лекторов в бизнес-семинарах, проводимых в Палате предпринимателей Акмолинской области. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам, вы можете обратиться в Палату предпринимателей. Эксперты палаты ждут вас по адресу город Кокшта, улица Абая, 96, контактные телефоны 72 25 35, 72 25 37 или 72 25 43. На этом мы с вами прощаемся, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова